Узбекистанские студенты все больше присматриваются к зарубежным вузам. И не только в России, но и в Малайзии, в Сингапуре и в странах Европы. Больше 30 учебных заведений из России, стран Европы и Азии два раза в год представляют свои возможности в Ташкенте для узбекской молодежи. На выставке «Образование и карьера» Давлет уже третий день. Он успел лично пообщаться с представителями иностранных вузов, а их здесь больше 30. В этом году Давлет заканчивает колледж. Он мечтает учиться в зарубежном университете. Я вот решился четырех где-то института выбрать. Четыре где-то. Один из них Московский институт, второй Венсполитетский институт, по-моему. И еще третий где-то, я думаю, восьминистр Малайзии. А четвертый это где-то будет уже в Майами где-то, вот так. Майами, Флорида, вот так. Еще один будущий абитуриент Абасхон Умаров выбрал Сингапурский университет. Он хорошо знает английский. Парень хочет стать финансовым аналитиком и после учебы остаться работать в Сингапуре или соседней Малайзии. Азиатские страны привлекают его прежде всего схожей ментальностью и традициями. Ну, контракт здесь начинается от четырех тысяч долларов. Просто в эту цену входит проживание, питание. У них есть программа, которая включает в себя и проживание, как в кампусе, в их нем. Еда, вот это все, как бы, входит в эту цену. И поэтому это подходит для нас, эта цена. По карману не мне, а моим родителям пока что. Многие молодые узбекистанцы рассматривают перспективу учебы за границей как вполне реальную. Узбекские студенты проявляют интерес к изучению туризма, компьютерным технологиям и инженерно-техническим специальностям. Я хочу поступить в университет. По туризму не знаю, пока я сейчас смотрю. И информацию набираю все. Сумма, они сказали, что 18 тысяч долларов за год. Да. Вы сможете с вами свои негласи, ведь ваши родители? Да, да, да. Я еще не определился в тот год, я выбрал, но я смотрю и стараюсь понять, что больше подходит. Мне очень понравилось, как представляют вузы про туризм, туризм финансовый, зарубежный особенно, в сфере политики, обслуживания, гостиничный бизнес. Вот эти направления. Подобные выставки в Ташкенте проходят дважды в год. Лиени Лейпиня приехала из Латвии и представляет Венспилскую высшую школу экономики. Латвийские вузы пока не так активны на узбекском рынке образования. Но Лиени есть, что предложить узбекским студентам. Мы очень рады с тем, что у нас маленькие группы, потому что у нас большая практика студентов предлагаем. И поэтому группы почти информацию, технологии, которые учатся, там только по 15 группах студентов, чтобы могли получше все практики сделать. И также магистратуру, электронику у нас есть, и компьютерные науки тоже. Анжелина Ворн представляет британский университет Юклан. Обучение в этом университете дешевле, чем в других вузах Англии. Ей нравится, что молодежь неплохо общается на английском. Это сделает их учебу более комфортной, и к тому же получение британского диплома дает им возможность трудоустроиться в любой части мира. Намуна решила освоить специальность финансиста и считает, что экономику нужно изучать только в Британии. Пока ее английский не так уж хорош для учебы за рубежом. Стоимость учебы устраивает родителей Намуны. Но вот мама опасается отпускать дочь далеко от дома. Вообще-то, как наши азиатские, не разрешаем, но она у меня очень старательная. Очень, как говорится, и днем, и ночью учится, очень ответственная. Я думаю, она, наше доверие там будет держать, и я ей доверяю. И мы будем стараться, чтобы она училась и получила хорошее знание. Надо рисковать для своего развития, для своего будущего, я думаю. Но в первую очередь, как-то мне не страшно, потому что я хожу в спикинг-клаб в Узбекистане даже. И вот эту асферу я уже почувствовала. Там мне очень интересно, и я хочу продолжать свою учебу за рубежом. Давлетт выбрал Венспилскую школу экономики. Он хочет стать специалистом по информационным технологиям. Стоимость учебы ему по карману. 3000 долларов США в год. Это намного ниже, чем в других европейских странах. А еще Балтийское море. Всего в 7 минутах ходьбы.